Эти люди прошли через боль, ужас и потери, но сумели сохранить твердость духа. Сегодня их воспоминания – это живая история о той страшной войне и Великой Победе. Герои проекта – лица Победы, ветераны, которые живут в нашем городе рядом с нами. И какими бы ужасающими не были события 41-45 годов, они рассказывают нам о них, чтобы мы никогда не забывали, какой ценой нам досталась Победа. Анна Николаевна Колосветова родилась в деревне Ямской в Мордовской республике. Через несколько лет вся ее семья переехала в город Первомайск, Нижегородской области. Там юная Аня окончила семь классов и сразу пошла работать на завод с таночником, а уже после отучилась на права и стала работать водителем. Работать и водить машину 17-летней девушке нравилось, но в ноябре 41-го года ее сняли с должности и в приказном порядке отправили в город Муром, где она и ее сверстники рыли противотанковые рвы для вражеской техники. Анна Николаевна признается, что копать глубокие овраги было страшно и тяжело. Глина, ладно бы песок был, а у нас глина сырая, на лошадную тачку наверх вытаскивали, вот. Сложно поесть, нечего было. На квартире там стояли, спали на полу там, несколько человек нас туда поселили, хлеб дадут немножко, и все, все я даю. Уже в конце 41-го года ее отправили домой, где женщина вновь стала работать водителем, и до конца войны она развозила продукты питания нуждающимся. В войну посылали в командировку, у меня в Нижний, там работала я, возила, значит, рожь, зерно, с этого, на мельницу, мельницу, мололи на муку, потом яд разводила туда на это самое, на хлебзавод. Ой, по магазинам, и где хлеб пекут. После войны Анна Николаевна переехала в наш город и в 59-м году начала свою карьеру. Сначала работала заправщицей, после кондуктором автобуса, а уже с 71-го года трудилась в сфере строительства. Сегодня лацканы пиджака Анны Николаевны украшают множество наград, и на особом месте медаль за доблестный труд в годы войны. В конце мая Анна Николаевна отметит 95-летний юбилей. Александр Константинович Тумаков родился в июне 1922 года в Атюриевском районе Мордовской республики. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 19 лет. В июне 41-го юношу призвали в армию и отправили в Белоруссию в город Витебск. Привезли, там Боровух первый, вот помню, сейчас стал забывать, что такое, а тогда помню, Боровух первый, второй. Вот, там Крот проходило. И вот нас вебками замаскировать нас везли, замаскировать, чтобы танки шли, сразу вот в кувет. А он как налетел, как начал нас крошить, кого убьют, кого ранят, в воздух мы ползком. Ну, значит, все побыли, кто живо остались, помаскировали день, нас оттуда погрузили опять из ползка и в Калинскому область привезли. После молодого бойца отправили служить в город Дзержинск, где Александр обучился на подрывняка. А в начале августа 41-го ребят послали на фронт в Смоленскую область. Ну, привезли на фронт, рассказать, как под танки бросать, гранат под танками, бутылки с горючим, если будет. Я тут стал пулеметчиком на Максиме, пулемет, он 64 килограмма. Ну, был я третьим номером, коробки подносил, первый стреляет, второй заряжает, а я как коробки подносил. Александр Константинович вспоминает, как в июне 41-го его рота попала в окружение. Несколько месяцев они жили в лесу, питались ягодами, грибами, щавелем. Однажды Александр Константинович и его сослуживец решили пойти в ближайшую деревню за продуктами. Приходим в деревню, мы в эту деревню, и немцы идут на берег курей, там, и идут пять человек. Я труп посадился картошку копать у меня, а я переделся военно, ну, 18 лет, 19 шел, колхозным бортам, так вот сижу, все. А один шел, нашел карандаш, подходит ко мне, дает карандаш, немец, и спрашивает там, сколько я, так вот в угол стою, он как разлечился, как меня схватил за грудь, я в угол, легкая смерть была, когда я в угол, партизан, партизан, бьет меня в угол. А эти смеются, человек 20, немцы-то, лупят и все. Я маленький туда помню, говорю, хаус мой, папа, и хорошо меня спал, сейчас у броженебес может, живых он лет, переводчик, он им гыр-гыр-гыр-гыр-гыр, отпустили, ушли. Я говорю, на фронте не погиб, вот тут, только нажал бы мне спусковой крючок, легкая смерть была. Только в начале 1943 года район был полностью освобожден нашими войсками. За нарушение присяги и недостаточное сопротивление врагу в окружении, рядового Тумакова отправили в 141-ю отдельную штрафную роту, которая действовала в полосе наступления 88-й стрелковой армии. И вот, как сейчас помню, это уже мы с Подоршей были уже, в Белоруссии уже. Ну, хорошо, мне дали только один месяц, в окружении дали месяц. Ну, я недолго, правда, был, и нас, значит, рыть блиндажи начали мы тут. Александр Тумаков участвовал в освобождении Смоленской области, Белоруссии, Латвии, Польши, Восточной Пруссии. Победу встречал уже в Праге. После войны Александр Константинович отучился на связиста в Венгрии. Потом отправился служить в Россию в 7-ю Севастопольскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. А в 1947 году приехал в Саров, где устроился шофером. Сегодня Александру Константиновичу 97 лет. У ветерана множество наград – два ордена Красной Звезды, две медали за отвагу и одна за боевые заслуги. Но самой важной наградой в жизни он считает свою любящую семью. Валентина Александровна Ермакова – ребенок войны. Когда началась Великая Отечественная, ей было 11. Тогда юная Валя только заканчивала начальную школу в городе Касимове Рязанской области. И на себе почувствовала все тяготы войны. Началась война, было много в Рязани. Ну, скопилось народу, что ли сказать, и раненых, и солдат. И школу отобрали под госпиталь, образовали госпиталь. Но так как городок небольшой и не очень богатый, то все собирали с жителей. Вот даже посуду, одежду, постельные, полотенца. Все вам объявляли по радио, помогайте. Валентина Александровна рассказывает, что в войну семье приходилось нелегко. В июне 41-го отца призвали на фронт, а в декабре 42-го пришла похоронка. В доме остались она, две сестры, мать и бабушка. Огород сажали, конечно, и пыла, и картошка, и овощи. Все сажали. Ну, не скажу, что в зиму войной голодали. Нет, этого не скажу. Мама ездила, с женщинами меняли. Кто чего там, кто одежду, кто обувь. Конечно, на хлеб, на хлеб, на какие-нибудь крупы. Валентина Александровна вспоминает, что в годы войны ей и ее сестрам приходилось работать. Сажали и собирали урожай, ходили за водой, кололи трава. Ходили вначале по колхозам, поближе, которые километров там пять, может быть, четыре поменьше. Без ночушки приходили и пололи, и все делали. Даже одно время собирали колоски. Когда вот урожай собрали, ну, вот собирали, еще колка была, руки кололи. Как признается Валентина Александровна, немцев она видела, но лишь издалека. И, к счастью, свиста пуль, летящих в ее сторону, никогда не слышала. Бомбить не бомбили. Самолеты немецкие пролетали, видели мои кресты эти, видели. Но бомбить ничего не бомбили. Прошло как-то все незаметно. После войны Валентина Александровна закончила школу, вышла замуж и в 56-м году вместе с супругом переехала в наш город. Сегодня Валентине Александровне 89 лет. За свои годы она видела радость и горе. Но то, что пережила во время войны, не забудет никогда. Антонина Ефимовна Кузнецова родилась в деревне Федосово в Псковской области. Женщина выросла в многодетной семье. Закончив семилетку, юная Тоня отправилась в Ленинград, где закончила четыре курса медицинского училища. Когда началась война, Антонине Ефимовне было 17 лет. Я была как раз на работе, и вот объявили войну. Я стояла у репродуктора и слушала. Я не понимала, что такое война. Почти 900 блокадных дней стали тяжелым испытанием для Антонины Ефимовны. Голод наступил мгновенно, а жить было негде. Антонина Ефимовна отправилась работать в военный госпиталь, где ей приходилось трудиться днями и ночами. В госпиталь с каждым днем поступало все больше людей с истощением и различными ранениями. 42-й год врезался в память Антонины Ефимовны как самой страшной в истории родной страны. И на глазах умирали. Вот идешь, человек 200 больных, вот пока проходишь ход, дошла, он был живой, ребят, человек. А дошла уже мертвой. Немцы бомбили город рано утром и поздно ночью. Антонине Ефимовне и другим сотрудникам госпиталя приходилось на руках спускать больных и раненых в подвал, чтобы спастись от фашистских пуль. Антонина Ефимовна героически справлялась со всеми тяготами жизни в блокадном Ленинграде. Ей удавалось собирать маленькие кусочки хлеба, чтобы спасти своего брата-инвалида от голодной смерти. Я в неделю раз ходила, собирала хлебушек вот этот и потом ему носила. От этого я его спасла от голода. В госпитале Антонина Ефимовна познакомилась со своим будущим супругом. В годы войны они сыграли свадьбу, после чего муж отправился на фронт. Антонина Ефимовна переехала в Польшу, где продолжила работать по профессии. И только спустя 9 месяцев объявили долгожданную победу. Целовались, встречались с любым человеком, обнимались, целовались, радовались все. Но это невозможность. 14 лет назад Антонина Ефимовна переехала в наш город, где живет и по сей день. Сегодня женщине 95 лет. У Антонины Ефимовны 4 внука и подрастают 6 правнуков. Война и дети. Трудно представить что-то более несовместимое. Софья Алексеевна Зимина родом из деревни Кулебаки, Горьковской области. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 5 лет. Об войне слышали, потому что как только начали бомбить, видимо, Горький, а в Кулебаках авиационный завод большой, зенитки трещали ужасно. И нас дед забирал в одеяло и выносил в сад, чтобы мы не слышали этих зениток, этих погромов. В 1943 году семья переехала в Ордатов. Там отец и мать Софьи устроились на работу. А 6-летнюю Соню оставили дома следить за младшими братьями и сестрами. Мне приходилось сидеть с ними. Маме нет, я с ними одна. В зыбки качала. 7 лет я пошла уже учиться. То от школы освобождали меня, чтобы посидеть, потому что маму с работы не отпускали, а папу тем более. В 1947-м вся семья переехала в наш город. Здесь Софья Алексеевна закончила школу, в 1949 году отучилась на бухгалтера и в ноябре этого же года устроилась на работу фактурщицей в отдел интендантского снабжения. После работала в столовой, три года проработала судебным исполнителем. Сегодня Софья Алексеевна Зимина находится на заслуженном отдыхе. Николай Иванович Орлов родился в Горьковской области в селе Верякуши Дивеевского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего четыре. Эти драматические и трагические обстоятельства для страны, которые были вот эти годы, они, конечно, отразились на всех жителях и села, и района, как говорится, и всей страны. Потому что мужчин всех призвали в армию. На войну ушел и отец маленького Коли. С тех пор папу мальчик больше не видел. Мать Коли вынуждена была выйти на работу в колхоз. И четырехлетнему ребенку приходилось следить за младшим братом. Тяжелые времена для всех сельчан было, когда мужчины-то ушли. А им очень трудно, женщинам приходилось, чтобы поддерживать и детей, и в колхозе работать, и заботиться о том, что возможностей мало. Даже женщины собирались одни и ехали, сами везли сани, чтобы из леса зимой привезти дрова. То есть они там напилят и сами на себе же везли. Николай Иванович признается, что немцев он не встречал, но помнит, как однажды над их огородом пролетал большой вражеский самолет. Это впервые я вот увидел самолет, когда он летел так низко, это так было довольно страшно, пронесся с ревом. А младший братишка тоже со мной был. Я даже его решил закрыть и так с такой злостью думаю, что это такое, откуда такой самолет. В 1946 году семья Орловых переехала в наш город. Николай Иванович пошел в школу. Окончив семилетку, поступил в техникум на физикоядерщика. В 1953 году устроился на третий завод, а после трудился в федеральном ядерном центре. В 2008 ушел на заслуженный отдых. Сегодня Николай Иванович счастливый семьянин. Он помогает детям воспитывать двух внуков. Бессмертный подвиг наших предков – это урок будущим поколениям. Мы не должны забывать тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Редактор субтитров А.Семкин